практически все время, и хочется, чтобы эти все занятия были качественными и интересными. У нас сейчас конкуренция выросла просто по-бешеному. Мы пытаемся не ставить на одно время два занятия, но все время все хотят успеть попасть на одно время. И вот мне кажется, если ты уже выборал этот свой час, то его нужно провести качественно. Естественно, кайфово, когда к тебе еще приходит большое количество людей, и ты потом получаешь такой преподавательский оргазм от того, что ты сделал. Поэтому скажите, есть ли сегодня люди, которые хотели бы, чтобы мы покопались с их занятием? Или для чего вы тогда сюда зашли, если нет? Что хотите услышать? Если не получится один опыт, мы с вами попробуем другой сделать. Есть такие. Да, Андрюх, расскажи, что у тебя? Ну, у меня два вопроса. Одно хорошее занятие, как его улучшить, а второе плохое занятие, как его исправить? С какого начать? Вообще, as you wish, как говорится, все, что ты хочешь. Окей. Недавно относительно проводил занятия на тему независимость. И базировалось оно на том, что должен был быть серьезный мыслительный процесс, то есть задавая направление, излагая какие-либо предложения и всякое такое для обсуждения, подразумевался мыслительный процесс, дискуссия, и все это при сопровождении некоторых анимаций. Но что-то получилось так, что не зашло, и сложилось впечатление, что как-то люди не захотели думать. Что насчет этого, можно сказать? Действительно, такие занятия на серьезно подумать не заходят, если там нет каких-то регулярно развлекательных штук? Или как? Смотри, я буду говорить чисто свое субъективное мнение, мы можем потом все включать микрофон и добавлять, обсуждать. Вот тут я, кстати, полностью не согласен, что серьезные разговоры не заходят, начиная с того, чтобы зайти вечером послушать в 9 часов Митрофанова, который целый час рассказывает какие-то высокие умные темы, связанные с Эвдайкой и Евреем. И люди слушают, и самое главное, что делают, это они активно принимают участие в этом. Там 6 человек заходят, Игорь. 6 человек, а на обычное занятие 20. Вот. Вопрос в чем? Мне кажется, надо изначально человек должен, ну, как бы, который простраивает занятие, занятие начинается до самого занятия. Во-первых, участник, который приходит к тебе, он уже должен идти с каким-то настроем и понимать, куда он идет. Если он заранее осознанно знает, что он идет на какую-то дискуссию или серьезный разговор, то он к этому в теории должен быть подготовлен, а не то, что к тебе заходят там случайные люди и думают, что сейчас у Андрюхи будет фан, а у него оказывается какая-то серьезная движуха и совпадание, ожидание и реальность не совпадают. Вот тогда, естественно, что человек может просто выключить камеру и сидеть себе ради приличия, потому что его попросили прийти. Поэтому, наверное, первая вещь, которую должен делать человек, который готовит задание, это подготовить тех людей, которые к нему придут. Анонсом, тем, что он напишет, подготовит, скажет основную тему. Человек был готов. Или просто, если ты там десяти своим людям скинешь, например, с темой независимость, такой вопрос до занятия. Не знаю, кто у тебя лучший друг в клубе подростковом? Есть такой? Ну да, допустим, есть. Или, не знаю, в парламенте, неважно, где угодно. Ты скажешь там, Леха, можешь подумать, вот до занятия, если ты будешь, думаю, в занятии, что для тебя лично значит фраза «быть независимым». К примеру, подумай, мне было бы интересно узнать на занятии, чтобы это не было для тебя неожиданностью. То есть для кого-то сложно сразу сообразить и сказать какую-то умную мысль, не показаться глупым. Сказать, что для меня быть независимым. Ляпнуть абы как не всем всегда хочется. А если, например, 5-6 человек, которые заранее ты попросишь, и они подготовят, естественно, что, скорее всего, эти люди будут. Если ты их попросишь поучаствовать, дашь им какую-то роль в твоем занятии. и им скажешь, вот, что для тебя лично значит независимость. Вот, или ты себя чувствуешь независимым человеком, сможешь рассказать об этом и задать ему какие-то вопросы. Вот тогда, когда ты уже будешь вести занятия и затронешь тему независимости или того, что тебе надо, любой темы, ты сможешь сказать, Леха, что для тебя будет? И он 100%, ну, скорее всего, нет вероятности того, что он скажет, я не знаю. Потому что в любом случае ты его заранее попросил, чтобы он подготовил свой ответ. Итак, какое-то количество людей. То же самое. Чем больше людей, которые говорят, а я молчу, тем легче мне включиться потом в разговор. Потому что всегда сложно кому начать разговор, поддерживать ведущую? Первому человеку. Согласен? Сложно начать всю эту движуху. Если у тебя, я рассказывал для парламента эту фишку, что если у тебя есть подготовленный человек, который тебя может поддерживать в твоем занятии, даже это будет один-два человека, даже если это будет, не знаю, координатор, который сидит и включает это занятие, но иногда мы бываем просто, например, включаем занятия и занимаемся параллельно еще своей работой, а иногда мы полностью включены в занятия. И если попросить вот так вот просто координатора сказать, мне нужна твоя поддержка. Или, например, Митрофанов всегда, когда заходит, он суперактивно участвует. Ты можешь быть уверенным, что если зайдет Сережа, и тебе понадобится какая-то поддержка, он всегда задаст вопрос, может, шутку, еще все, что угодно. То есть, по сути, от тебя зависит то настроение, которое ты даешь в группу. Подготовкой твоей, подготовкой тебя, участников, подсадным агентом, который у тебя может быть один-два человека, координатор, твой руководитель клуба, неважно кто, и самой атмосферы. Ну, естественно, ты сам должен уходить в занятия, я 100% уверен, ведущий должен заходить в настроение, в кайфу. Я всегда, когда в среду провожу вечером свой эфир, у меня есть своя процедура под готов. Я слушаю музыку, я делаю себе там, не знаю, бокал винишка, не будет, нет, у нас 18, плюс-минус у нас. Бокал винишка выпиваю, вот, и все, я кайфую, посмотрел какой-нибудь видосик. Я обычно смотрю во вторник, например, в Дудя, или у меня есть еще один любимый интервьюер, российская девочка, очень интересная. Вот, и я их смотрю, и я себя этим мотивирую, заряжаю. Тем, что классный вопрос, я могу себе взять. То же самое ты должен заходить с настроением, и знать, что у тебя есть подушка безопасности в виде твоих друзей, знакомых, или еще руководителей, или еще, который тебе не даст облажаться на твоем занятии. Я считаю, в этом нет ничего плохого. Подстраховать себя, чтобы в случае чего-то, если к тебе не пришли активные люди, у тебя были искусственно активные люди, которые помогут другим распространяться. Вот так. Супер, спасибо. Ну, вот я хочу, можно одно слово вставлю? Вчера была лекция у Тани Брош. Она все настолько детально разложила, как, почему и кто приходит к нам, как мы должны держать аудиторию. Мне было очень приятно, что ребят было много, и что вот слушай, и то, что сейчас Игорь говорил, он говорил практически ее словами. Да, я вчера тоже был, я очень люблю русские лекции. Кстати, Андрюха, если тебя не было, то в четверг у Тани будет вторая часть в 11 часов, и вот она рассказывает интересные приемы, которые можно использовать, и, наверное, одно из главных вещей, которое я использую, и мне безумно нравится, я себе даже тут записал, это то, что 100% у тебя всегда должна быть своя личная история. Чтобы включить людей в то, что тебе интересно, им должно быть интересно сопереживать тебе. Неважно в чем. Если это история про независимость, то ты что-то должен сказать связано с собой. И, естественно, если это будет еще затрагивать их каким-то образом, да, отношения с родителями, зависимость, независимость, отношения парень-девушка, то, что будет в большей части близко, и их зацепит твоя история, они подумают, блин, у меня тоже так. Вот тогда 100% люди будут твои. Их нужно, знаешь, есть фраза взять за яйца. Вот это, наверное, вот эта фраза, когда ты делишься своей историей, и они тебя с тобой переживают. Главное еще не взять за яйца, а удержать за яйца. Ну, может, давай так, за душу мы будем называть это, за душу. Вот. Скорее здесь, да, скорее здесь это то, что они должны тебе сопереживать, но не в плане того, что ай-яй-яй, а они должны быть заинтересованы твоей проблемой. То, чем ты болеешь, образно говоря, да, они должны тоже этим начать им быть это тема интересна. в конце, вот на примере, я буду рассказывать только на примере своих каких-то вещей, но в конце интервью моя задача, чтобы всем, кто слушал, этот человек был суперинтересен. потом они за него запереживали, они узнали его с разных сторон, и потом они к нему где-то могут поменять свой взгляд, даже если они его плохо знали. Вот что, о, он еще таким занимается, он еще и семейный, он еще такой. Вот, по сути, на самом деле, 50% успеха занятия, я так считаю, зависит от личного ведущего. Поскольку он харизматичный, насколько он подготовленный, поскольку он умеет заражать своей энергией, и поэтому, наверное, если ты будешь работать над собой, то какую бы ты тему ни взял, это все равно будет интересно. Вот в этом и весь кайф, мне так кажется, что если человек интересен как личность, ну, не знаю, возьмем ту же брошь, вот Галя сказала, что бы она ни рассказывала, это было все равно интересно. Вот я еще не видел ни одной такой темы, которую она говорила, чтобы это было сухо. Естественно, у нее есть огромный опыт, она прошла огромную школу, но зато теперь то, что она рассказывает, даже если она рассказывает это без картинок, без чего-то, вчера, по-моему, ничего такого не было в визуализации, это все равно было интересно. Поэтому в первую очередь надо работать над своими навыками общения с людьми. А что с выгрузкой ролика брошь с первой части на YouTube? Потому что я попал только на первые 10 минут, потом меня дернули на другой созвон. Не могу тебе ничего сказать, я могу тебе узнать это после нашего эфира. Будет или не будет, понятия не имею. Я всегда предпочитаю слушать в онлайне. Это, кстати, еще одно. Я ни разу не зашел смотреть в YouTube какой-то ролик. Это все, мне кажется, как посмотреть чемпионат мира по футболу после уже не в прямом эфире, а в повторе, когда все знают результат. То же самое, ты не можешь, скажем так, быть участником. А так, если у тебя появился мгновенный вопрос, ты его можешь вкинуть в чат, вкинуть в обсуждение, и ты интерактивен. Поэтому по максимуму пытайся, конечно, заходить на вот такое. Какая вторая история? Вторая история. Если мы делаем какое-нибудь, вот, как это сказать, если можно так выразиться, сугубо развлекательное занятие. Какое-нибудь веселье, чтобы немножко оживить людей, не давать особо никакой сложной нагрузки, с точки зрения образования. То, что можно придумать в режиме онлайн такого вот интересного, замечательного. Во-первых, то, что мне сразу вспоминается. Недавно у нас было занятие. Подскажите, Катя Ватылева точно там была. Это от тебя, Катюх, было? Или кто нам проводил? Развлекательные форумы в онлайне. То, что можно использовать. Кто помнит? Это Ледовский, по-моему, проводил, нет? А, нет, не Ледовский. Ледовский проводил инструменты, которые он проводил. Горох, точно, спасибо большое. Дашка Горох, руководитель, координатор Беларуси, она проводила целую презентацию. У нее есть подготовленный файл с разными методиками того, что можно проводить в интернете. И там она нашла разные приложения, которые можно использовать. Формы, квизы, миллионера и всего-всего остального. Но, что я еще лично люблю использовать? Я изучаю YouTube просто по диагонали, по вертикали, как только можно. И я смотрю очень много вечернего Урганта, только и нашего, и там, например, Latest Night Show по-американскому. Все самые гениальные идеи, наверное, придумали. Либо не придумали, но я их сейчас не придумаю. И, например, интервью. Это же не оригинально. Но фишка в том, и даже в дуть, когда он начал вести, это же не было оригинально. Вопрос того, насколько оригинально ты поменяешь эту идею. И поэтому мой самый лучший вариант это просто смотреть все, что есть вокруг и пытаться это реализовать, ту идею, которая тебя затронула. Знаешь, сейчас есть пицца, вот мы разыгрываем. Откуда пришла эта идея? Я вам просто расскажу, насколько все элементарно. У нас была потребность сделать приложение более популярным, чтобы им начать пользоваться. И я ехал в машине, слушал радио. Есть моя любимая станция, где есть рубрика, когда между участниками, которые звонят на радиоволну, разыгрывают пиццу. И вот у меня просто в какую-то секунду щелкнуло, почему не совместить две эти потребности. Того, что, почему мы не разыгрываем пиццу, это же супер круто. Нету людей, наверное, которые не хотят пиццу, даже те, кто худеют, все равно хотят. И просто это прикольная фишка. И у нас есть инструмент, который мы можем раскрутить, и с которым нам будет полезен. И мы совместили фан, весело, просто разыгрыш пиццы с тем, что мы делаем наше приложение более популярным. Это не было какой-то новой идеей. Но это просто была идея, которая была услышана со стороны и переделана в наше. Есть такая классная книжка, называется «Кради, как художник». Слышно, когда-нибудь. Вот. Там рассказывается как раз о том, что все самые гениальные идеи уже давно придуманы. Вопрос, как ты возьмешь эту идею и переделаешь для себя. Поэтому просто на самом деле загугли сейчас, что было дальше передача. Раньше было популярно там, кто сверху, там, кто сверху, мужчины и женщины, батлы. Сейчас выходит просто огромное количество телепередач в ютубовских, которые просто можно брать и тырить на просторе GT. Мне кажется, все, что... Но самое главное, чтобы это суперактуально. Если, например, вышел клип или передача ей только неделя, две, три, и она словила хайп. Самое главное, успеть подловить этот хайп, чтобы внести себя в подросток. Поэтому для меня вот самое интересное. Тренды ютуба, смотришь, ой, идея понравилась. Если даже не знаешь, как ее переделать, написал мне, мы с тобой посидели один вечер, покумекали, как из этого сделать что-то интересное и пробуем запустить. Ну, я так только вижу. Если у кого-то есть идеи еще какие, откуда брать идеи? Вот. Говорите, включайте, давайте будем обмениваться. Я в тему того, что ты сейчас сказал, на самом деле настолько гениальная мысль про то, что, типа, надо... То есть то, что уже есть придуманные вещи, и очень важно просто свой подход и как ты ее и как ты ее преподнесешь людям. Вот. Не знаю, мне кажется, это очень гениально. Спасибо. Сто процентов. Самое главное одно – не бойтесь пробовать. Есть часто у меня пример, что когда-то вот такое интервью уже хотели провести, да, и просто сказали, да, это будет неприкольно, например. и человек просто не стал это проводить, потому что ему кто-то сказал, что эта мысль не зайдет. Поэтому, если у вас есть такие люди, взяли их, отодвинули, и делайте, пробуйте всегда. Кстати, если вы знаете, например, тот же «Универ», сериал «Кухня», любые такие сериалы есть в пилотном выпуске. Что такое пилотный выпуск? Когда снимают первую серию или первый сезон и запускают, и они смотрят, заходит эта идея или не заходит. если это так себе, то это просто убирают, если это заходит круто, естественно, это делают еще сильнее и вкладывают туда больше денег. То же самое я считаю с нашим проектом. Если вы видите, что это круто заходит и актуально, туда надо вкладывать еще больше сил. Если это заходит так себе неинтересно, в первую очередь надо разобраться, может, вы недоработали это, может, это не проект неинтересный, а просто вы недоработали. А потом уже, если понимаете, что идея не зашла людям, вот как у нас с домашними заданиями GTV, видите, мы одну неделю попробовали, пытались так, так приглашать, то не зашло. Окей, мы это убираем через полиноку идею. Поэтому что процентов вот такие идеи нужно пробовать и запускать. Вообще, и чем больше, это так круто, вот Киска, например, Якимова, кстати, она будет завтра гостем у меня на 50 вопросов. Вот мне интересно узнать, я не знаю, вы сейчас следите или нет, но она сделала вот такие вот без границ, у нее проект называется, и она говорит с разными подростковыми клубами, с разными странами. Вот просто человек загорелся этой идеей. И сейчас интересно разобрать, почему ей вообще это важно, после того, как мы ее не взяли в Америку, еще были какие-то у нее провалы, были набрать взводы, куча всего. Вот что такого случилось, что она сейчас сделала супер взрывной проект. Поэтому, если будет завтра вам интересно, приходите, но смысл в том, что вот она сейчас это сделала, попробовала, это зашло круто, и она его просто делает все круче, круче, круче. Поэтому воровать проекты, это неплохо. Важно их делать своими. Супер, спасибо. Что-то еще? Есть какой-то вопрос? Или, друзья, может быть, у кого-то? Как угодно, смотрите. Какую бы тему хотели затронуть. Что я считаю важным еще, Андрюх, это оставить всегда после своего проекта какой-то послевкусие. Что человеку захотелось тебе написать, а когда будет этот проект еще? Да, или о, было суперкруто. У человека что-то должно после проекта не просто завершить конференцию, а он должен, не знаю, еще час, например, был Айронвайз последняя на 9 мая. Я еще там час-полтора ходил и просто втычил и переводил это на какие-то свои вещи, да, на своих там дедушек-бабушек, на тему ветеранов и всего остального. Вот занятия, мне кажется, должны оставлять, неважно, какие-то творческие. Ты провел творческое занятие, а у тебя, блин, надо себе заказать картину. Вот после твоего занятия, если ты ведешь образно говоря там, что-то вы рисуете по интернету, тебе хочется открыть розетку или еще какую-то и заказать себе картину по циферам, купить раскраску, не знаю, все что угодно, раскрасить стену, тогда понимаешь, что у вас свое занятие супер круто. Так, коллеги, друзья, какие вопросы еще? Вот, Андрюх, спасибо тебе большое, что вкинул свои вопросы. есть ли что-то еще у кого-то? А вот насчет послевкусия и насчет завершения занятия. Мы как-то пару раз пробовали запускать что-то типа, вот мы сейчас вам несколько вопросов разобрали вместе, а последний вопрос оставляем на потом. типа, напишите в Инстаграме и фиг там что. Что по завершению? Смотри, зачастую после вот таких вот конкуресколов у людей продолжается дальше своя жизнь. Они пошли готовить, кушать, делать уроки и все остальное. Поэтому по максимуму все, что ты можешь сделать, лучше сделать в самом созвоне. Если вот последний раз был чей-то проект на прошлой неделе и нужно было сделать скриншот и выложить в Инстаграм отметить там тех-тех-тех-тех-тех. Не помню, Питер или кто-то делал. И вот они сделали классную штуку, что сделали это прямо во время занятия. Вот сейчас зайдите и выложите. Нету уверенности, что после этого вы захотите еще сделать. Но что 100% да, после вкуса, это что после твоего занятия, если я еще где-то мелькнет, что вот там этот человек проводит занятие и 100% к нему придешь. А если это занятие еще всегда в один и тот же день и в одно и то же время, это еще 20, по моему мнению, или 30% успеха. Я знаю, что всегда в воскресенье в 9 часов вечера идет по телевизору голос. И я просто на автомате, неважно, несмотря передачу или рекламу или что-то, включу, потому что мне это нравится. Вот так вот абсолютно обо всем. Я думаю, у вас такие же есть вещи, вы знаете, что в какой-то день, в какое-то время, не знаю, в Ютубе выходит такая-то передача. И ты садишься и смотришь. Вот одна из задач, я думаю, человека, который выходит уже на онлайн-платформу, а мне, кстати, очень хочется, чтобы после того, как все закончилось, ну, вот эта карантинная вещь, очень много вещей остались в онлайне. И в случае таких штук, мы, когда жили в офлайне, никогда не задумывались об онлайне. Ну, вот вспомните, никаких таких супердвижек не было, да, там, инстаграм, что-то. Но вот такой супер жизни, где мы без семинаров или конференций могли встретиться и зажечь свечи все вместе, не знаю, просто пообщаться, провести свой проект для ребят из другой страны, не знаю, из России, Балтики, Украины, откуда угодно, вот этого нет. И очень хочется, чтобы часть людей, которые кайфовали от этого, пытались дальше проводить эти проекты. Поэтому нужно иметь такое дальнозоркое видение того, что, блин, а что я еще делаю? Вот я сейчас сижу и, например, прорабатываю, кого бы мне хотелось увидеть следующее в интервью. И я понимаю, что я пока не хочу свой проект заканчивать, потому что еще есть столько возможностей, и если я сейчас закончу, то это будет просто моя слабость к тому, что я забил. Поэтому если у кого-то из вас или у ваших детей есть сильный проект, и вы чувствуете, что он где-то просто запнулся, перегорел или еще что-то, 100% нужно его вытащить, этот проект, поддержать или подростка вашего и сказать, блин, давай и дальше будем вести, давай попробуем, когда все вышли, все равно его проводить. Просто, понятное дело, будет такая насыщенность, когда не будут люди сидеть с 3 до 9, но если будет один проект или два в день или там один проект в два дня, это будет супер, круто заходить. Вот. Это вот такая вот мысль, которая у меня есть в последнее время. Не знаю, согласны вы со мной или нет, можете писать, говорить. Согласна. Согласна. Я согласна. Еще хочу очень поддержать одну вещь, которую ты сказал, что, ну, как я услышала, про 50 вопросов, то, что тебе нравится этот проект. Вообще, не знаю, мне кажется, это относится к любому занятию, к любому делу, который мы делаем, что пока мы сами от него кайфуем и хотим, вот еще хочу, а что еще попробовать, а что еще мне интересно. Это тоже такой, не знаю, и источник идей, кого пригласить, да, на это интервью или про что провести это занятие. Ну, для меня, я вот как бы так ищу, я не ищу как раз через передачи. Я ищу от того, какая тема интересна в первую очередь мне и о чем интересно, о чем интересно поговорить и о чем интересно бы участникам было. Это 100%, потому что в первую очередь нужно преследовать выгоду, я так это называю, да, личный интерес. Да. Почему? Мне нужно зайти на этот проект. Если есть единственная причина, тебе говорит руководитель, надо провести, это все фигня. Это тогда не имеет смысла. Вот. А вот если это будет как раз идти от того, что, блин, я вот, у меня есть такая идея, помогите мне ее осуществить или сделать, вот тогда 100%, я думаю, этот проект может найти своих фанатов и ты будешь кайфовать. Потому что первое, почему я захотел провести свое, мне просто интересно узнать об этом человеке. Что с ним случилось, как, и естественно, чем больше об этом узнают другие люди, тем это еще интереснее становится. Вот. Поэтому первое, это должен быть личный интерес, личный кайф. Я хочу добавить одну только вещь, что идеальная схема, когда руководитель говорит о том, в ответственности, я придумываю, как это решить. И мне это нравится, и я отвечаю на запрос. Вот тогда происходит вот этот мяч. Да, 100%. Либо я прихожу и говорю, что вот я хочу такое-то делать, может быть, мне кажется, и обратно. а руководитель помогает совместить это с тем, что в клубе не хватает, или как усилить и сделать свой подростковый клуб. Если я хочу, например, блин, мне хочется заниматься, не знаю, обрабатывать, я люблю фотки. Вот я пришел, я кайфую от этого. И руководитель, например, понимает, что он может сделать там свой инстаграм их клуба сильнее, интереснее, красивее, интерактивнее. И он совмещает эти две потребности. Или кто-то любит, блин, я люблю петь. Не просто, что нам нужен сунглидер, например, и искать, а если эти две совмещаются, это прям, наверное, самый кайфовый случай, когда есть потребность клуба и запросы клуба, и есть кайф участника, и эти две просто дороги совмещаются между собой. Вот участник говорит, я хочу петь, руководитель говорит, а у нас есть семинар сунглидер, хочешь попробовать, тебя там прокачают. О, круто! И все, это самая, наверное, идеальная картинка, которая может быть в моей голове. Как это может совмещаться? Так, да, я согласен, свечи точно оставляем. Я думаю, это суперкрутая идея, наверное, будет сложнее, потому что клубы будут внутри городов, но мне кажется, 100% надо подумать, что, как переформатировать, но оставить, чтобы была возможность всех городов созваниваться и просто желать друг другу наше большого. Это мы будем, глядя, 100% пробовать дальше продолжать. Господа, скажите, какие еще... Можно еще сказать? Можно еще сказать? Да, конечно. Я хочу сказать, что, ну, вот эта идея вообще вот всех городов из разных стран, это вообще супер идея, когда видишь, что 100 человек присутствуют, у тебя такое поднимается, вот, ну, самооценка, вот, того, что ты являешься частью вот этой вот большой когорты. И точно так же Авдала. Это вообще просто кайфово. Правда. Спасибо вам за эти вот два мероприятия, которые просто, они заходят для каждого. И туда заходят, может быть, даже не только подростки, но и более взрослые люди, они тоже получают кайф. Да, мне кажется, это вот такие штуки важны, потому что я, как один из координаторов, часто езжу по городам и понимаю, что зачастую ты варишься всегда в своем котле, да, и ты все время занят, куча дел, ты видишь только свое, а иногда хочется из этого вылезти и посмотреть на все котлы, которые стоят вокруг, да, и понять, что, блин, а ты не один такой, а нас целая толпа, нас много, и у нас всех похожие мысли, и мы кайфуем от одних и тех же вещей, а если, мне кажется, внутри кто-то будут вот такие вот лидеры подростковые, которые будут это еще сами, скажем так, придумывать какие-то идеи и делать их глобальными, это вообще супер. Вот как делать, да, сейчас в парламент, там все привыкли, что есть, там Лиска, привыкли такие вот, где-то кулинарные, и вот, если ты создаешь что-то глобальное, мне кажется, ты сам себя потом чувствуешь просто на, ты прокачиваешься, и ты становишься прям супер вдохновленный, если ты делаешь какие-то значимые вещи, и выходишь на большой уровень, на глобальный. Я не представляю себя в 15 лет, в 16, говорить на тему психологии, не знаю, еще каких-то вещей, вести группу, готовить презентации, то, что, например, я сейчас вижу, там ребята из Кишинева делают, там многие, это для меня просто фантастика, поэтому это прям супер большое уважение, если мы их как AGT, как руководители клуба будем поддерживать, это им даст еще один большой толчок. Друзья, есть ли какие-то вопросы по занятиям, у нас все-таки тема была связана с занятиями сегодня, мы два примера разобрали, если что-то еще. Или если нет вопросов, связанных к занятиям, может быть, что-то вы хотите узнать о нас, как об AGT, о проектах, о планах, все, что вам было бы интересно. Я хочу, чтобы ты сделал интервью с Иеном. С Иеном? О, да-да, это очень круто. Смотрите, это, кстати, у меня даже такой мысли, честно говоря, не было, сделать такое интервью, но это круто, крутая идея, вы, кстати, с Лизой мне тоже подсказали вот обратить внимание, и иногда я просто о каких-то людях не задумывался, когда говорят, потом вот этот человек, я думаю, блин, реально круто. Вопрос с Иеном есть небольшая сложность в языковом барьере, что тогда больше, ну, там, часть людей, которые наши, не знают английский, это нужно будет дублировать, переводить, а если зайдут Иена, ребята из BBYO, им нужно будет также транслировать и переводить на русский, пока что, как эту систему сделать, я даже не представляю. Вот, у меня, честно говоря, была идея пригласить, например, Аси, Асафа Каниэля. Вот, да, это, скажем так, как наша коллега и представитель джоинта, человек, который знает Эй-Джи-Ти, как никто другой. Вот, но если у вас есть идея, пишите, я прям, кто, кого бы еще хотели, давайте вот по чесноку, то кого бы было вам интересно, если мы уже затронули такую тему. Вот, есть Иен, это прям суперинтересно. Марина, Катюха, Андрюха, вот кого бы вам лично было бы, о каком человеке, интересно что-то узнать? Есть как, ну, все, кто могут... Не знаю, брошь мне интересна, вот, в плане, анально интересно, ну, как бы она интересно ведет, но есть какие-то вопросы, которые много рассказывают о личном, чем-то, мне бы интересно было очень ее послушать, например, правда, с ней вопрос. А я думаю, что Канель тоже, ну, был бы очень интересен, потому что я была на его семинарах, ну, вернее, с его участием, он вообще, и с юмором у него здоровый, вообще у него есть истории такие очень классные. Ну, вот, кстати, у меня и по Асе была, и Таню я тоже думал, что огромный просто опыт и жизненный, и семейный, и профессиональный, и все-все-все, что было интересно людям, ну, который единственный нюанс, что те, которые ее знают, потому что, я думаю, часть есть АДЖИТ-шников, которые еще не сталкивались никогда с ней, а, естественно, те, вот мы там, руководители, которые у нее слушали ее лекции, АДЖИТ, парламент, и те, кто ее лично знают, им, конечно, я думаю, будет интересно. Вот, а вообще всегда это, да, сложный, скажем так, выбор, между тем, кому тебе, кто интересен, кто интересен будет людям, и что хотелось бы об этом человеке узнать. Когда это все вместе сходится, вот это идеально. А с Магас уже было интервью? Да, с Аллой мы делали, собственно, вот пилотный выпуск, самый первый выпуск. А, я пропустила. И он пока что собрал больше всего просмотров, зашло там 150 человек на него в общем количестве. Вот, потом у нас был с Ямаевым и Митрофановым, и вот сейчас четвертый, узнаем теперь со стороны подростка, как живутся у нас в ЭДЖИТ подросткам. Вот, а на следующей неделе уже будем придумывать. Я надеюсь, что этот формат у нас продержится еще нормально. Тысячка, я хотела предложить, а нельзя ли сделать, например, со звездой какой-нибудь? Со звездой? А кто у нас звезда? Не знаю. Кинокарль какая-нибудь. Кто? Андрюх? Я не знаю, кто у вас там? Кинокарль рядом должна быть. Да, она рядом, но она не будет с нами выходить, она не наша подруга. Ну, в смысле, мы ее не знаем, она нас не знает. А в Беларуси есть вот парень, который... Рима Беларусь... Он будет стоить тысяч пять долларов прийти на наше... Я понимаю, о чем ты, мне кажется... Ладно, надо с Гришей Абрамовичем договориться. Мне кажется, во-первых... Этих можно, которые к нам замечательные люди на конференцию приезжают, может быть, они захотят еще раз с нами поболтать. Павел Галич согласится, а что нет? Хочешь? Мне кажется, я вам расскажу тогда, если мы уже начали эту тему немножко затрагивать. Я хочу сделать такой первый сезон, где мы узнаем немножко и GT-шников, и со стороны сейчас координаторов, преподавателей, подростков, может быть, родителя, например, одного взять, да, и создать такую общую картинку. А потом, наверное, вот если второй сезон где-то запустить, там, осенью, то вот таких, наверное, интересных личностей, которые связаны с еврейством просто, да, помимо, вот мы и знакомились в Одессе с человеком, у которого самая большая коллекция еврейской атрибутики, магазин он делает с еврейской атрибутикой. Он создатель Evdaika Luxury. Кстати, он очень с удовольствием придет. Вот, да, я думал, что вот во втором уже можно познакомиться с какими-то людьми вокруг, скажем так, AGT, которые входят в еврейскую тушку. Да, какие-то такие уже личности, которые не напрямую связаны с AGT, а, скажем так, связаны именно с еврейскими картинками. Знаешь еще, что будет интересно, мне кажется? Да, Галина. Я просто хотела предлагать, ну, как идею, может быть, просто, ну, есть Юлия Грис, Ищенко, она же Равин Одесский. Да, есть тоже, это один из наших друзей. Ее Алла очень хорошо знает. Да, она к нам приезжает тоже на семинары и была преподавателем на этих семинарах. Есть много на самом деле вариантов. Я же говорю, все начинается с того, чтобы мне захотелось этого человека узнать. Я очень хочу родителя, тысячка, я очень хочу родителя, одного активного подростка, который живет в общении и услышать, что там. Может быть, родители Яша, Шамрина, вот идея такая. Я в этом тоже думал, у меня была одна только мысль, насколько будет интересно людям, подросткам, узнать родителей. И пока не смог это ответить. Катюш, что ты говоришь? Это я если про родителей говорю, что у Климанова из Одессы, у нее тоже очень крутая мама. Да, и они там AJP делают, что тоже, знаешь, как реакция на AJT, активные еврейские родители. Может быть, кого-то оттуда выдернуть из Одессы Мигдаля. Я понимаю, что, может быть, это не так интересно, что люди будут сидеть от начала до конца, но это важно для нас, для AJT показать какие-то штуки. То есть иногда это работает с двух сторон. На самом деле мне хочется, чтобы как можно больше таких проектов просто у нас вырастало и создавалось подростками, руководителями, координаторами. Вообще, неважно, вот там вечер с Митрофановым. Это такие, какие-то, мне кажется, значимые вещи, которые мы потом будем вспоминать или продолжать. И вот если кто-то здесь, например, сидит, у него есть какая-то идея, которую он сейчас еще не воплотив и думает, что она так себе, вот, пожалуйста, не думайте об этом так, а давайте попробуем ее осуществить. Я Аллочка, я подросток, вот, у меня есть идея, но я пока не придумала проект к этой идее. Собирать людей на такие вот важные какие-то большие мероприятия. как собрать хотя бы 300 человек 10% от общего количества EGT-шников. И я думаю над этим проектом. И если кто-то хочет думать со мной, я буду очень рада вас взять в команду думающих. Да, это крутой вызов. Я видела, что, ну, понятное дело, я видела несколько проектов, которые делает Хаббат, но у нас нет таких денег, это изначально как бы данность. Мы не такие богатые. И они приглашали и собрали порядка 400, 400-500 человек, 440 на встречу с Ургантом. Ургантом, да, конечно. Да. Вот, и это, конечно, ну, такие... Смотрите, где-то, где-то, да, играет, наверное, деньги, но в моем понимании мирового ощущения я уверен, что без денег можно сделать супер-сутые вещи. Вот. Вот. У меня есть 10 долларов в бюджет. И мне кажется, многие вещи, которые вообще появляются и не в еврейской тусовке, начинаются с квартир, с комнат, с гаражей, да, как IT Силиконовая долина. Вот. Это все начинается не с бюджетов, а самое главное с идей. Если вот есть эта классная идея, а если еще есть вокруг тебя 10 человек, которые поддерживают твою идею, да, то, естественно, намного легче. Вот как Алла заразила всех идей собрать 100 человек на шаббат. Ну, изначально это оказалось выполнимо или нет? Наверное, да, но теперь мы знаем, что это выполнимо, да, а если мы себе поставим цель 150 собрать, не Алла поставит там цель для себя, а вот каждый поставит цель, мне кажется, это настолько элементарно должно быть, потому что, ну вот у меня что нету 5-10 или 10 человек, которые мои друзья еврейские придут, есть, конечно, по-моему, у каждого есть вот такие 5-7-2-3 человека, которых ты можешь на час позвать, все вместе зажечь собрать не свечи, и вот если у нас будет таких 15-20 переживающих людей за эту идею, тогда эта идея вообще суперсуществует. Вот, в любом случае, я не знаю, есть ли, Маринка, какие-то вопросы, которые нам еще нужно разобрать? Из подростков я вижу здесь вот несколько человек, да, Рината, Дашка, Андрюха, ну, наверное, вы знаете, мы вчера или вчера или позавчера, я не помню, на каком-то занятии подростковом, мы задали вопрос подростку, ее занятие, оно было классное, и сам подросток очень классный, что она декларирует и кладет свое занятие на карту IGT, приглашает всех, открывает Zoom для всех, но ее занятие было сыровато, вот, и мы спросили у нее, кто тебе помогает, и она сказала, никто, вот, и мы поняли, что здесь есть определенный провал, потому что если сегодня, когда мы знаем, что в нашем клубе, это вот сейчас для руководителя информация, если мы знаем, что наш подросток идет на арену IGT, в приложение и так далее, туда могут прийти люди со всех городов и стран, надо их попробовать подготовить, и даже иногда проявить первую инициативу и спросить, готово, давай посмотрим, что как, и со стороны подростков это тоже запрос, мне, например, ни разу он не поступал, и мне очень жаль, потому что я очень люблю помогать и генерировать какие-то идеи, вот, и здесь надо как-то нам всем объединяться в том плане, что нужно объяснять, что помощь, просить, это не постыдно, вот, а наоборот, даже очень хорошая тактика и стратегия в обучаловке, вот, потому что не провалиться на своем занятии, сделать его вкусным, классным, от которого ты потом кайфанешь, это залог успеха, и тысячка в этом прав, что чем больше ты кайфуешь, тем больше тебе хочется что-то сделать, вот, а если ты провалился один раз, второй раз, третий, то, наверное, руки будут опускаться намного быстрее, и в этом плане здесь великое искусство руководителей молодежных клубов, и, пипец, вот, это искусство, тонкое искусство руководителей молодежных клубов, как поддержать подростка, и как простроить так работу, чтобы он не провалился в своих инициативах, вот, и поэтому это с двух сторон, с одной стороны, это моя ответственность как подростка попросить помощи, с другой стороны, моя ответственность как руководителя, чтобы мои подростки были успешны, и в этом плане, конечно, нужно грызть, вот, выгрызать этот успех, вот. Я честно признаю, что если бы мне написал за весь карантин, наверное, два человека с просьбой помощи там в чем-то Если бы мне вот так писали, я думаю, любому координатору Лично я получаю, не знаю, какой-то, как это назвать, то, что со мной происходит, и ответственность за этого человека, и кайф, в том, что ко мне обратились, и я нужен кому-то, много каких-то вещей, поэтому, вот, если у вас есть мысль обращаться или нет к любому из нас или руководителей, или если руководителю вам нужна какая-то подсказка или не знаю, что угодно, вот правда пишите, потому что, собственно, мы сидим и всегда ждем того, что к нам обратятся, и мы где-то что-то сможем. Да, это очень здорово, потому что даже у нас мы, например, внутри там, среди коллег, что-то готовя, не знаю, я так люблю делать, просто даже если я уверена в своем занятии или не уверена, неважно абсолютно, прийти кому-то рассказать и услышать, не знаю, мнение компетентного человека, которому я доверяю, и, не знаю, услышать его идеи или там, услышать, что все супер, тоже такую поддержку, это тоже, ну, для меня, например, очень важно. Не знаю, я хочу сказать, на самом деле, спасибо тысячке, спасибо Андрею, который сегодня пришел, и правда, спасибо большое, да, сказал реально, два занятия поднял эту тему, правда, мне бы не хотелось закрывать эту лавочку, это нововведение, которое мы подумали, хотелось бы, наоборот, привлекать ребят и быть больше, ну, как бы, чтобы вы видели, что мы более открытые с помощью и что это безопасно и только может быть продуктивно для нас всех. Супер, ребят, всем спасибо, если возникают вопросы, пишите нам, будем рады, и сегодня куча мероприятий, Стрелла, посмотрите, по-моему, и арт, и Митрофанов, и мужской клуб, и Лизка Якимова, все что угодно. Я хочу, я хочу руководителям предложиться, можно я предложу, вот, я с удовольствием возьму кого-то под личное сопровождение, если кому-то нужны рекомендации, Катюнь, ну назначай со мной встречу, буду тебе пиндюлю надавать, как в прошлую среду, вот, или в втором, когда мы с тобой. Если кому-то нужна профуправленческая консультация, я готова для вас, но нужно просто заранее забить время, время и прописать о чем хотим, про что хотим. Вот. Это круто. Да, Мардухович, услышала? Безок, ты йогой занимаешься там, что ли? А можно я услышу? Я могу услышать? Я услышала. Можно. Просто напиши в личку, договоримся время и попробуем какие-то еще. Ты работаешь с Мариной, но в любом случае мы с Маринкой имеем разные ракурсы видения. Может быть, ты что-то хорошее услышишь от меня еще для полного пазла. Вот. В личное сообщение буду рада ответить и найти время для посмотреть на общий процесс управленческий в вашем городе. Супер. Всем огромное спасибо, что зашли и до скорых встреч. Всем пока, Игорь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.